добрый день дорогие друзья мы продолжаем цикл передач из серии о том как разрушали уничтожили союз социалистических публик и сегодня 30 ноября сегодня третья передача с данного цикла значит продолжаем 15 ноября 1990 года вышло постановление правительства рсср в номер 6 умерах по финансированному обеспечению экономической реформы и защите финансовой системы рсср неисполнение органов союза сср обязательств прямо предусмотренных договором об экономическом сообществе препятствует реализации положения договора дестриблизирует экономическую ситуацию усиливает инвестиционные процессы обостряет финансовый кризис в рсср и союзе сср в целом в интересах финансового обеспечения реформы в рсср а также целях защиты экономического цивилинтета рсср и установления необходимого контроля о денежном обращении и эмиссии правительство рсср постановляет то есть я переведу на русский язык то есть незаконно созданная значит какая-то комиссия да вот украла все деньги украла территорию разбила полностью промышленности экономику на вот и еще теперь сделала постановление правительства с которым запрещает какую-либо деятельность финансовую сср первое включить центральный аппарат министерства финансирования финансов рсср структуры министерства экономики и финансов рсср и провести необходимые реализационные изменения подчинить министерство экономики и финансов рсср структуры подразделения организации бывшего министерства финансов рсср в том числе управление драгоценных металлов и драгоценных камней подразделения государственного хранилища ценностей гохран сср и управление государственного пробирного надзора минфина сср расположены на территории рсср второе передать введение министерства экономики и финансов рсср расположенной территории РСССР предприятие и учреждение государственного производственного объединения по производству государственных знаков ГПО «Гузнак». Министерство экономики и финансов РСССР обеспечит выполнение договоров иных обязательств ГПО «Гузнак» перед суверенными государственными бывшими союзными республиками. Третье. С 20 ноября 1991 года прекратить финансирование министерств и ведомств РСССР, кроме тех, которыми в соответствии с законодательством РСССР передать часть функций государственного управления. Министерством и ведомств РСССР приняты меры по привлечению к работе в учреждениях РССР квалифицированных сотрудников бывших центральных ведомств РСССР. Четвертое. Министерство экономики и финансов РССР совместно с Центральным банком РССР до 2010 года предоставит и готовит целую систему новых новых подпроектов и законодательств. Таким образом, одним лишь только рощерком пера по данному постановлению все имущество Советского Союза было украдено, было передано на вновь образованную структуру. Так вот, на какой основе возникли эти законодательные и основательные структуры? Эти госсоветы, верховные советы, председатели каких-то республиканских правительств, вновь созданы собственно, да, президенты и так далее. Я про Горбачева не веду. Если с уничтожением социалистической республики мартовским референдумом 1991 года была уничтожена ее изначальная сущностая законодательная структура. Смотрим, кто наплодил все эти непонятные распределительные структуры. 5 сентября 1991 года закон СССР за номером 2391-1 об органах государственной власти и управлении Союзом СССР. Переходный период. Переходный к чему? Во что? Страну с 1987 по 1991 год в хлам развалили и все еще не перешли. То есть, сильная страна, да, практически мы до 2000-х годов жили за счет ресурсов Советского Союза. А капиталистический мир и США, и его сателлиты, они жили порядка 15-20 лет за счет развала СССР на его экономических достижениях. Прошло 5 месяцев законодательного молчания с момента референдума, уничтожившего все органы власти предыдущей формации. И вдруг понятие социалистический союз, когда по стороне гуляет капитализм и довольные едоличные собственники заводов, бывшие общенародными, автомагистрали, колхоз, электросетей и так далее, и несчастный безработный и беззарплатный имущий народ, лишенный будущего. А куда делась Лукьяновская обновленный союз, обновленный финансово-клуминально и ставший капиталистическим? А куда делались 300 миллионов ставших беззарплатные номер жителей страны? Как цинично сказал Анатолий Чубайец, ненужные вымрут сами, но возврат в советскую систему не будет. И для легализации и юридического прикрытия массового оболвания вне и ограбления людей нужны были новые законы, то есть новая конституция. И вот ее первые опусы. Сатте 1. Переходный период высшим председательным органом власти Союза СССР является Верховный Совет СССР, состоявший из двух самостоятельных палат Совета Республик и Совета Союза. Статья 2. Совет Республик и Совет Союза Верховного Совета СССР совместными решениями вносят изменения в Конституцию СССР на ком основании. Принимают в состав Союза СССР новые государства на ком основании. Почему выкинули остальные 14 республик? Заслушивают президента СССР по наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики. Утверждают союзный бюджет, который был развален и полностью перекачан в Центральный Банк России. И отчет о его исполнении, а также объявляют войну и заключают мир. Это все вновь пришедшие люди на себя отложили такие полномочия. Совет республик принимает решение об организации и порядке деятельности союзных органов. Ратифицируют и динонсируют международные договора Союза СССР. На каком основании? Вновь пришедшие и откуда взявшиеся люди, разбившие, разграбившие Советский Союз еще и говорят о том, что они имеют право динонсировать международные договора, которые были получены в результате в 46-м году в результате одной из кровопролитнейших войн Второй мировой войны, а для нас она была Отечественной войной. Сатя 5. Для координации управления народным хозяйством согласованного проведения экономических реформ и социальной политики Союзных республик образуется на паритетных началах Межреспубликанский экономический комитет. Кем все это было подписано? Подписант один Михаил Сергеевич Горбачев президент самый избранный президент СССР и с этого окончательно начался юридический развал СССР. Юридическое мошенничество продолжалось практически до 2000-х годов. Народ не понимал что совершенно его полное ограбление ставшее экономическими и что он стал экономическим рабом. Граждан РССР законодательный порядок наведен постановлением избирком РФ за номер 142 от 20 декабря 1993 года. Постановление дает указания к исполнению неутвержденного проекта новой Конституции, в котором фраза «все формы собственности» закрепило в России коломиальный капитализм. И на сей раз через внешнюю транскриминентальную систему центробанков прежде коломизатор России был явно персоной императора, то есть завиватель новых колоний, то есть титул коломизатор. И апофеоз Центральной избирательной комиссии Российской Федерации постановляет первое признание всенародное голосование 12 декабря 1993 года по проекту Конституции Российской Федерации состоявшимся. Второе признание, что Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием. На самом деле не было и людей не было достаточного количества и вопрос был поставлен настолько некорректен, что люди многие люди не оценили его, этот иезуитский вопрос. Третье направить текст Конституции Российской Федерации для официального публикования одновременно с настоящим постановлением в рамках газетах Российская газета, Российская Вести, Ветер Тартас, а также для издания массовым тиражом издательством юридической литературы. Юристы, может быть, подскажут, как из пункта 1 вытекает пункт 2. Если проект не набрал необходимых процентов голосов для утверждения, то как оказалась принята сама Конституция. А есть публично печатные постановления высшего законодательного органа Российской Федерации об утверждении текста Конституции с самим текстом, как было принято в СССР? Не было. А нет ведь высших законодательных органов в стране с марта 1991 года? На каком основании Центр избирком принял на себя функции законодательного органа? Обращаю внимание на документ о защите обновленной финансовой системы убитого государства. Постановление правительства РСССР номер 6 от 15 ноября 1991 года о мерах по финансовому обеспечению экономической реформы, понимаете, капиталистической и защите финансовой системы РСССР. Понимаем, с внешним управлением Федеральной резервной системы США. Все народное хозяйство разрушено и это мелочи. А вот новую финансовую систему надо сберечь, потому что она уже входит в систему Федерального банка США. Сберегать народу было уже нечего, финансовая система была уже ненародная. Еще до референдума об уничтожении СССР до марта 1991 года народная касса ушла в юридикцию ФРС США в 1990 году. Помните, что ФРС это совместное финансовое предприятие 12 на тот момент банков а сейчас 25 банков 12 из них находятся на территории Соединенных Штатов и их филиалы еще на территории Европы созданы в 1913 году. И ставка Либр с любой долларовой операцией в пользу учредителей финансового так называемого совместного предприятия была определена в 4%. То есть как вы видите у нас сегодня ставка рефинансирования финансирования кредитного центрального банка на данный момент 4,5% она никогда без разрыва связи с ФРС не опустится ниже 4%. Потому что 4% от любой операции по кредитованию идет фонд ФРС и напрямую ФРС вот через филиалы Центрального Банка Российской Федерации за население убившее свое государство и соответственно свое обгоноправление и находящийся 9 месяц без государственной структуры без казначейства без формы управления территорией принимает решение об их дальнейшей судьбе финансовая министра 12 в привычном для нас дел в Брюсселе читаем требования опытных планетарных финансистов обратите внимание что поскольку на территории бывшей церкви РСФСР пока не оформилось новое государство и не обозначилась его социальная формация не утвердилось новое название то территория называется просто как географическое место Россия зачитываю значит данные заявления заявление 12 о будущем статусе России и других бывших республик от 23 декабря 1991 года европейское сообщество и его государство члены с удовлетворением отмечают решение участников встречи в Алма-Ате 21 декабря 1991 года о создании соцдружества независимых государств они принимают к сведению что международные права и обязательства бывшего СССР включая права и обязательства по уставу ООН будут продолжать осуществляться Россией они приветствуют соглашение согласие правительства России принять на себя эти обязательства и ответственность в этом качестве будут продолжать свои дружеские отношения с Россией с учетом изменения ее конституционного статуса они готовы признать другие республики составляющие содружества как только они получат гарантии от этих республик о готовности выполнить требования содержащие в критериях признания новых государств в Восточной Европе и на территории Советского Союза принятых Министерствами иностранных дел 12 в кавычках 16 декабря 1991 года в частности они рассматривают получить от республик гарантии выполнения ими международных обязательств вытекающих до них из договоров и соглашений заключенных Советским Союзом включая ратификацию и полное выполнение договора об обычных вооруженных силах в Европе теми республиками к которым относится данный договор а также что они обеспечивают единый контроль за ядерным оружием и его нераспространением предатели Совета экономического Совета выступят в контакт с соответствующими республиками с целью своевременного получения от них требуемых гарантий с тем чтобы признание начало действовать с момента вступления в силу распуска Советского Союза то есть нас ограбили у нас отняли все и нас заставили полностью подчиняться международным постановлением о критериях ЕС для признания новых государств в Восточной Европе и территории Советского Союза это вот то есть вот такая новая вывеска для вновь образованных территорий как они пишут по решению Европейского Совета Манстрих 9-11 декабря 91-го года и 16 декабря 91-го года в Брюсселе стало заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел на котором было обсуждено положение в СССР и в некоторых других странах Восточной Европы был определен общий подход 12-ти к вопросу официального признания новых государств на территории Советского Союза и Восточной Европе подтвердив свою приверженность принципам Хельсинского заключительного акта и Парижской хартии в частности принципу самоопределения министры выразили свою готовность признать при условии соблюдения общепризнанных международных стандартных и исходя из конкретных политической ситуации то есть новые государства которые в силу исторических изменений происходящих в регионе развиваются на демократической основе прилили на себя соответствующие международные обязательства в духе доброй воли заявили о своей поверженности мирному процессу переговорам то есть без единого выстрела у нас отняли все и сделали нас юридически рабами согласованы следующие критерии официального признания соблюдение положения устава ООН и обязательств принятых по Хельсинскому заключительному акту и Парижской хартии особенно в том что касается верховенства закона демократии прав человека следующие гарантии прав этнических и национальных групп и меньшинств в соответствии с обязательствами принятия в рамках СБСЕ уважение нерушуемости всех границ которые не могут быть изменены иначе как мирными средствами из общего согласия следующие принятие всех соответствующих обязательств касающихся разоружения и распространения ядерного оружия а также безопасности и региональной стабильности следующие обязательства разрешить по соглашению в том числе предусматривается в случае необходимости обращения в арбитраж все вопросы касающие правоприемства государства и региональных споров одновременно министры подчеркнули что не будут признавать государство возникающим в результате агрессии сообщества их страны члены будут также учитывать влияние факта признания на соседнее государство днистра заявили что уважение перечисленных принципов открывает возможности для установления дипломатических отношений как от имени сообщества так и отдельными государственными членами формированием этого факта соответствующим соглашением то есть произошло окончательно юридическое подтверждение канализации нашей страны следующее состояние счетов банков возникшего после развала СССР подконтрольных федеральной резервной системы через центральный банк России на 2008 год отчет администрации для бельгийской аудиторской компании по запросу ФРС США смотрим на небольшую часть отчета все данные валюте печатного на чисто танка Ротшильдов вот значит статья 500 bank account data shit газпромбанк Россия значит 50 триллионов ну я советую ознакомиться с этим документом значит на ресурсах вот и таким образом практически вся казна да здесь приняты миллиарды просто в долларах США вот которые полностью Российская Федерация заменила Советский Союз во всех международных организациях вот и следующий документ который значит я зачитаю это новое постоянное представительство Российской Федерации при ООН за номером 1089 дроп n значит подписано в Нью-Йорке 27 декабря 1991 года он управление ООН НОТЫ Министерства иностранных дел Российской Федерации 26 декабря 1991 года о продолжении участия Российской Федерации вместо СССР в ООН и ее органах международных правых документах генеральному секторю Организации Объединенных Наций города Нью-Йорк 1089 Нью-Йорк подписано постоянное представительство Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Нью-Йорк 8 декабря 1991 года. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций города Нью-Йорк. Министерство иностранных дел Российской Федерации свидетельствует свое уважение к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, имея честь сообщить, что участие Советского Союза Союза Этических Республик в Организации Объединенных Наций во всех ее органах, а также во всех заключенных в ее рамках или под ее эгидой конвенции, соглашениях и других международных правовых инструментах, включая Венскую конвенцию об охране озонного слоя 1985 года и Монреальский протокол по веществам, разрушающим озонный слой 1980 года, продолжается в Российской Федерации. И что в этой связи Организация Объединенных Наций вместо названия СССР должно использовать номинование Российской Федерации. Российская Федерация в полной мере сохраняет ответственность за все права и обязанности СССР, ВООН, включая финансовые обязательства. Настоящая нота является свидетельством полномочий представлять Российскую Федерацию в органах Организация Объединенных Наций всем лицам, имеющим в настоящее время полномочия представителей СССР в ООН. Министерство иностранных дел Российской Федерации пользуется случаем, чтобы заверить Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в своем весьма высоком уважении. Москва 26 декабря 1921 года. Таким образом, почему-то Министерство иностранных дел взяла и свое положение ООН как Советского Союза опять переключило на шайку этих вновь пришедших подготовленных агентов развала нашей страны. И дальше идет указ уже Бориса Ельцина, который является орденом Мальтийского ордена, рыцарем Мальтийского ордена с ноября 1991 года. Значит, Ельцин в августе 1992 года подписывает указ номер 827 о восстановлении официальных отношений к Мальтийским орденам. Далее. В 1990-1991 годах социально-экономический строй СССР уже явно приобрел чаты капитализма. Легализируется частная собственность, образуются фондовые и валютные рынки, кооперации начинают принимать форму бизнеса западного типа. Новое мышление или мышление на международной арене сводится к односторонному уступкам Западу, в итоге чего СССР утрачивает многие свои позиции и фактически перестает быть сверхдержавой. Еще несколько лет назад контролирующие половину мира в СССР и других республиках Союза к власти как бы сами собой приходят сепаратистски настроенные силы. Начинается парад с воритетов, то есть начинается разрыв на мелкие коммунальные комнатушки ранее великой страны. КПСС и разрушительные страны с марта 1991 года до конца года доделали второстепенные дела, изображая непонимающий вид от сожаления о случившемся. И в августе-ноябре 1991 года КПСС умыл руки и сам ликвидировался. То есть у нас был потерян и также управленческий стержень управления страной, то есть не было идеологического вектора, был потерян идеологический вектор. Советский Союз рассыпался на куски в 1991 году. 26 декабря 1991 года СССР окончательно перестает существовать. И далее. Закрепление проделано. Апогей сверхнаглости грабителей. Референдум 17 марта 1991 года. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш цикл передач. Я прошу всех посмотреть, может быть, несколько раз, понять, что СССР не разводился сам по себе. Это была целенаправленная работа иностранных спецслужб устранения нашего государства как мощного геополитического противника. Я попрошу всех вас набраться в себе силы, мужества и ответственности перед собой, перед государством, перед своими детьми и пойти написать акт, уязнить иск на Горбачева о незаконности его действий и пересмотру, значит, Верховным Советом, ну, подать можно в начальные юридические инстанции, суды, о незаконном развале СССР. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем цикл передач. Большое спасибо. Ждем вас на следующих наших передачах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok